Полноценный бронзовый сертификат, DC-DC преобразователи, весь спектр защит и провода в виде шлейфов. И всё это в составе отнюдь недорогой модели. 600-ваттный блок питания Chiftec Proton BDF600S способен предложить всё вышеперечисленное и даже больше, при этом менее чем за 60 долларов. А сколько ты готов заплатить за источник с такими характеристиками? Напиши в комментариях, поставь лайк и приготовься к потоку полезной информации. Покупателя встречает малоинформативная коробка, абсолютно одинаковая для моделей мощностью 400, 500 и 600 Вт. Комплектация также не ударит по бюджету, зато всё действительно необходимое на месте. В случае с Chiftec BDF600S имеем скромный и строгий экстерьер благодаря чёрному матовому окрасу. Решётка типа гриль способствует захвату прохладного воздуха с минимальным сопротивлением. Ну а соты на тыльной панели не позволят ему задержаться внутри устройства. Рядом находится привычный выключатель и входной разъём. Нужно ли больше? Недорогой блок питания оборудован единственной линией номиналом 12 Вольт, способной выдать все 600 Вт. Мощность более мелких каналов равна 103 Вт, а в двух младших решениях она составляет 90 Вт. BDF600S имеет самые компактные для ATX решения размеры. Не последнюю роль в этом сыграл вывод кабелей непосредственно из корпуса устройства. Большинство из них выполнены в виде удобных в укладке плоских шлейфов. На проводах не экономили, имеем крупный калибр 18 AWG. Пара 6 плюс 2 контактных разъёмов PCI-E позволит подключить почти любую видеокарту, а 6 SATA и 3 PATA хватит с головой для подавляющего большинства систем. Немного расстроило лишь расстояние между коннекторами. В ряде ситуаций 10-15 см будет явно маловато, чтобы подключить к одной линии несколько разбросанных внутри корпуса накопителей. За активное охлаждение отвечает 120-мм вентилятор на основе простого подшипника скольжения. Не обошлось и без прозрачной пластины для оптимизации воздушных потоков внутри устройства. Для пассивного же отвода используются три алюминиевых радиатора. На входе блока питания разместился EMI-фильтром. В общей сложности он состоит из двух X и четырёх Y-конденсаторов, пары дросселей и варистера. Так что всё на своём месте. Для выпрямления входного напряжения имеется диодная сборка, которая охлаждается Г-образным радиатором. Второй охладитель отводит тепло от силовых элементов узла APFC, двух полевых транзисторов от Infineon и более скрытного диода. Не обошлось и без немаленькой катушки индуктивности. Входной конденсатор Tiapo тайваньского происхождения принадлежит к высокотемпературной серии и имеет достойную для 600-ваттного устройства ёмкость. Ключи главного преобразователя – пара транзисторов от MagnoChip, прикрученные к охладителю с обратной стороны. А для выпрямления выходных напряжений служат транзисторы у второго радиатора. На нём же закреплена термопара, показания которой и влияют на частоту вращения вентилятора. Низковольтная часть построена по принципу синхронного выпрямителя с DC-DC преобразователями на дочерней плате. С их помощью формируется напряжение линий 3.3 и 5 вольт. Возле фильтрации также имеем тайваньские электролиты Tiapo, которые являются своеобразной серединой между откровенным китайским ширпотребом и качественными японцами. В тестируемом устройстве предусмотрен полный перечень защит. Спасибо контроллеру от Welltrend. Итак, время тестов. Радует полное отсутствие просадок напряжений и небольшой диапазон их изменений в тесте КНХ. Да, это вам не групповая стабилизация. Пульсации также почти не давали о себе знать. И снова лидером является линия 12 вольт. Лишь изредка размах амплитуды достигал 75, при норме в 120 милливольт. Модуль APFC не зря занимает место на печатной плате. При потребляемой мощности в 120 ватт коэффициент уже преодолел отметку 0.9, что и требовалось согласно стандарту 80+. Тест реальной эффективности подтвердил соответствие модели бронзовому сертификату. Более того, все значения оказались чуть выше требуемых. При нагрузке 400 ватт вертушке придется рассеивать около 50 ватт тепловой мощности. А вот в номинальном режиме данный показатель будет достигать уже 104 ватт. До отметки мощности 150 ватт вертушка работает очень тихо, вряд ли вам удастся ее расслышать. До 250 ватт шум тихий, а свыше звук от вентилятора находится на комфортном уровне ниже среднего. И только в верхней трети диапазона нагрузок пропеллер выходил на номинальные 1750 оборотов в минуту, что сопровождалось средним уровнем шума. Нагрев главного трансформатора до 80 градусов все еще далек от критичного, не говоря уже о температуре остальных компонентов в диапазоне от 40 до 63 градусов. Нагрузку на тестируемую модель мы увеличивали до 7 сотен ватт, то есть плюс 17% к номиналу. В таком режиме выходные показатели оставались в норме. Для проверки работы блока питания в реальных условиях использовалась конфигурация с мощным процессором в разгоне и весьма прожорливой видеокартой. Как и во время кросс-нагрузочного теста, в собранной системе BDF600S не допустил выхода напряжений за пределы нормы и каких-либо просадок. Следовательно, его возможностей будет достаточно даже при установке в мощную систему с топовой видеокартой и процессором в разгоне. В пределах 60 долларов непросто найти 600-ваттный блок питания с современной схемотехникой, да еще и от бренда с многолетним опытом и хорошей репутацией. Поэтому Chieftec Proton BDF600S в своей ценовой нише является одним из самых интересных кандидатов на покупку. Он отлично справится с одной мощной видеокартой и разогнанным процессором. За счет DC-DC преобразователей можно смело рассчитывать на высокую стабильность напряжения, тем более что каких-либо просадок замечено не было. Также в наличии сертификат 80 Plus Bronze со всеми вытекающими и полный перечень защит, чтобы не переживать за дорогие комплектующие. Теперь об экономии. Здесь применяются не самые дешевые конденсаторы. Тем не менее, до высоконадежных японцев в тайваньском Tiapo все еще далеко. Еще вертушка выполнена на бюджетном и сравнительно недолговечном подшипнике скольжения. Естественно, все перечисленное может проявить себя со временем. Но с коробки Chieftec BDF600S без сомнений порадует своего владельца. А что ты думаешь о данном девайсе? Комментируй, жми палец вверх и не забудь о колокольчике, чтобы первым увидеть новые видео на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!